Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я начинаю этим видео новый PFA-сериал Seedmare Civilization VI Gathering Storm. Играю за новую нацию из аддона, Финикию. Партия на восьмерых человек, но карта случайная, то есть мы не знаем, что там сгенерируется. Эксперимент с прошлым сериалом за Францию я считаю удачным, но немного его изменю. Вот эта первая серия доступна сразу всем зрителям, но при этом спонсоры сегодня же видят и все оставшиеся серии сериала. То есть они могут сразу посмотреть все серии сейчас или когда им захочется. В общем, типичный Netflix. Для остальных зрителей традиционно серии будут выходить раз в сутки. Так что становитесь спонсором канала, это и меня заставляет быстрее все выкладывать, и вы можете сразу все посмотреть. И я думаю, сейчас будет уместно поблагодарить тех людей, которые стали спонсором во время предыдущего сериала. Спасибо за поддержку канала. Во всем остальном традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. Всем приятного просмотра. Так, место старта неплохое. Это, кстати, не новый мир стоит, по-моему, у меня. Я ставил и... Производство есть, еда есть для начала. Ну, не так много еды, но что-то есть, поэтому не особо будем выделываться. Ставим. О, тут и бананчики имеются. Нормально. Нормально, но сначала расти все-таки будем. Место хорошее. Отметимся, что мы тут уже появились. Так, деревню вон обнаружили. Арктика, блин, мы в Арктике. Сразу письменность ускорена, но это способность... А плюс это готовность, да? Да. Это способность Карфагена и мореходствует, потому что на побережье поставили. Ну, опять же, откладываем производство. Так, здесь мне для начала, конечно же, нужны шахты. Горное дело. Раз, два, три. Да, Петренко, мы тебя слышим. Ты спросил, готов... Плюсик это готовность, да. Просто я никого не слышу, извиняюсь. А тебе никто не ответил просто. Так. Шахты. Конечно, я бы очень хотел обе шахты построить сразу, но как-то... Не прикольно, хочется все ускорить. Ну, видимо, надо шахты строить, на самом деле, а потом идти рис. Так что... Видимо, давайте... А может, даже лошадей придется обраться, потому что явно рядом лошадей. Не напомните геотермальное поле, что дает? Во-первых, дает плюс два кампусу, который рядом находится. Если рядом поставить. А на самом поле ты потом сможешь эти геотермальные штуки ставить. Ну, как их не геотермальные, а улучшение потом строить. Так, все. В каком месте должны быть морские державы? Так, здесь растем. Сейчас еще неизвестно, какой карте мы играем. Ну, надеюсь, что-нибудь хорошее. Пускай будет рабочий. О, ну это тоже неплохо. Реликвия это... Ничего так. То есть мне можно... Разведчики раньше всегда были с котами или нет? Нет, это у меня стоит... Ну, это модификация от самой Фераксис, что ты можешь поставить котов. А так как вы... Я хост, то, собственно, у всех коты. Пока растем. Ну, тут нормально, быстро будет поселение. Это не очень классно можно религию основать. О, кстати, это побережье. Это побережье. Я думаю, это озеро. Так, ну надо... Ну, во-первых, тут уже как можно узнать. Ну, тут надо тогда расследовать территорию. Тут в пустыне... Ну, вообще здесь вот... Этот... Рукопельян... Как его? Вулкан? То есть, по идее, здесь будут улучшаться клетками. Но проблема в том, что на клетках пустыни ничего построить нельзя. Поэтому особо... Так, два хода. Я бы еще сбегал все-таки здесь, посмотрел, что тут эти река есть. Побережье, мне кажется, может здесь получше город встанет пока. Один ход до постройки. Ну, если это архипелаги реально будут, то, конечно, я очень угадал с выбором нации. Давайте еще раз глянем на способности. Ну, берема, во-первых. Повышенная боевая мощь и очки перемещения. Защищает от разграбления торговой юниты на воде в пределах червяны. Это такой... Вот Катон, главное. Уникальный район. Плюс 50% к производству морских юнитов и поселенцев в этом городе. То есть, я должен доминировать на море тогда просто вообще. Во-пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Ну что, давайте, наверное, вниз пойдем. Выглядит, что тут получше. Так. Искра божья. Да, кажется, архе-биологи. Богиня урожая. Пацан в всем земле. Так, что у нас вообще с вырубкой? Многими тут вырубать? Ну, выглядит, что нет. Поэтому я бы все-таки богиню земли взял. Ну и пойдем вниз. Тут действительно... Стояночка. Вот сюда надо будет на овец ставить, судя по всему, город. Так, здесь пока строителя сделаем. Давайте вот так, чтобы... Хотя он и так за один ход вырастет. Давайте так. Ну, если это архипелаги, то, конечно, у меня хороший старт, несомненно. Все очень неплохо. Но опять же, производства не так много. Давайте рабочего. Нет. Ускорение какое-то. Трудовую повинность. Вот, удовая повинность. Это хорошо. Я редко тут строю к этому моменту... Так. Сменяем сразу. Варваров особо нет. Хотя у меня разведчиков нет. А тут производство. Потому что пенсион я уже взял. Так. Ну, на овец будем ставить. Чтобы на реке, чтобы побольше было жилья. Так. Производство два хода. Так тоже два. Но при этом еще рост есть. Отличненько. Так. Надо бы... Надо бы лошадей сейчас открыть. Ну, я явно обработаю ртуть, нефрит и лошадей. Лошади где-то тут должны рядом появиться, потому что... Тут бы еще исследовать. Ну, да. Хорошее место. Тут, например, будет коммерческий район. Тут гавань. Здесь, к сожалению, оленей придется вырубать. Потому что, опять же, коммерческий район надо будет ставить. Ну что, возвращаемся. Тут исследуем. Надо третий. У нас есть еще Англия, кстати. Вот Крист играет за Англией. У нас есть еще одна. А кто еще морские нации брал, кроме меня и Криста? Были такие везунки? Нет, отлично. Очень хорошо. Сразу рабочего. И в рост. Вот почему она не хочет эту клетку? А я тут стала обрабатывать. Пати на районе. Так, колесо ускорили. О, тут еще и трое лошадей. Очень неплохо. Это еще, знаете, так расположено, что вот у меня варвары только вот отсюда, если откуда-то будут бегать. Не особо мешаться. Не особо мешаться. Так, давайте поселенцы. Растем. Так. Так. Посыпается вулкан. Так. 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 Наверное, третьим все-таки рис, потому что плантации... Я не знаю, я не вижу здесь ресурсов. То есть у меня только банан требует плантацию и ускорять ради банана, что я тут могу осушать бананы, вырубать. Правда. Так. А берем у нас где? Прямо в мореходстве. Ну, конечно, я не хотел бы. Я бы хотел в темный век выйти и только потом берем устроить. Опа. Варвар. Варварцы. Ну, вообще, я бы тут поставил город. Тут производство хотя бы видно. Пустыня, правда. Какая-то бешеная. Так. Тир больше не растет. Надо чисто в производство. Да ё-маё, что оно вырубается? Что происходит с городом? Почему вот мне не дают нормально переключать? Производство, производство, производство. Три хода до посела. Но город при этом не растет вообще. Хорошо, а если вот так сделаем? Ладно, пускай. Тут наука все-таки. Пускай. Еще и одну очку науки. Это неплохо. Так, мне бы еще в навигацию по звездам два морских ресурса обработать. И чудо найти. Так, тут сейчас мы попробуем. Хотя я бы и не трогал лагерь, честно говоря. Так, а где мне город поставить? Давайте мы ушку вот так сделаем. О, там ггшечка у нас, да? Я уже здесь не могу. У тебя два варианта. Либо тут, либо тут. А, ну еще тут. Не, ну здесь грустновато, потому что я тут буду мешать. Лес. Лес. Я бы, конечно, его тут поставил. Потому что лес не хочется вырубать. Он на равнине просто находится. Я бы оставил его для будущего производства хоть какого-то. Ну и нефрит я, пожалуй, обработаю. Дальше пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, кампус сейчас особо не нужен. Беремо открывать. Рыбацкое судно. Вообще, да, давайте мореходство. Тут можно будет камень обработать этим рабочим, потом эту рыбу. И можно будет поплыть к этому городу. Там рыбу обрабатывать. Потому что надо два ресурса обработать для ускорения навигации по звездам. О, арма встречена. Причем первую. Первым встретил. Так. Стоим пока здесь. Так, кому мы нефрит дадим? Наверное, Сидону. У него производства не особо много. Мастерство ускорили. Отлично. Дальше пойдем в раннюю империю. Тут я сейчас поставлю карточки на юниты и построю юнитов. Ну, не хочу я долбить, честно говоря, этот лагерь пока. Я его все равно заберу, когда город поставлю. Че мне его? Хотя можно юниты попрокачивать. Че я брезгую-то? Давайте. Вот именно, что я все равно лагерь заберу, поставлю в город. Поэтому смысл оттягивать. Тут могут еще новые юниты появиться. Зачем? Так, сейчас будет арма долбиться, поэтому постоим. Ну и да, город сюда хочу поставить. Сидония выросла. Производство. Я, пожалуй, сразу этим рабочим пойду рыбу обработаю. Потом этот камень, потом эту рыбу. Как-то так. Здесь ставим прачников, а тут ставим карточку на прачников. Все, тут пока так оставляем. Привет, Кир. Привет. Вы на море встретились или на суше? На суше. Еее. Отличненько. Как там у тебя с местом для расселения? Хорошо, очень хорошо. Хорошо? Нет, он сказал, что у него очень хорошо. А у тебя? Ну так, средненько. Куда дальше? Давайте обработку. Будем дружить. Потихонечку. И вылевать. Так, я даже не знаю, посмотрю, как у тебя там. Давайте тоже прачника. А, то есть это зависит от моего места. Но у меня очень хорошо. Очень? Очень-очень. А, очень-очень. Сколько городов можешь поставить? Говори, 15. Штук семь. Так, надо вароров убивать, чтобы прокачать обработку бронзы. О, там еще сверху варвары. Ну вот, пока выглядит это вот... Тут хорошие у меня города становятся. Три. А вот дальше выглядит не очень, судя по пустыне. Поэтому... Есть у меня сомнения. Ну не хочу я эту рыбу обрабатывать. Я действительно хочу этот камень, потом эту рыбу. Вот как-то так. Так, еще два прачника. Еще надо дуболомов построить, я думаю. Ну, вообще, стратегически города очень неплохо расположены. Я, конечно, не знаю, где там еще соседи будут. В плане вот наземного, что тут варвары не будут особо лишать. Убился более уплотнительным, может чуть больше будет. Плотничком давайте, пацанчики, плотничком. Ну, то есть я там такой полноценный континент, да, получается? Время стынет в пояса, да. Ну, да. Я, конечно, не против побережья отдать вон там чуть выше. Убился он, да. Разведчик об меня убился, отлично. Давайте исследовать. Ага, тут уже конец. Так, так, так. Может, в тире все-таки амбар? Ну, вообще, пока карточка стоит, лучше юниты строить. Здесь камень обработаем для ускорения. Блин, арму, наверное, придется захватывать. Хотя она выглядит как-то... Не, ну, производство какое-то есть, но поставлено через жопу, как всегда, у компьютера. Вот тут, кстати, озеро, я так понимаю. Ну, или вода, то есть арма поставлена максимально через жопу, чтобы не расти вообще ничего, чтобы не было. Есть вода рядом, ну, нафига там ставить город? Ну, что, венгарбон дружить? А ты, Михаил, за кого играешь? Я за перс. Ну, знаменитая венгерско-персидская дружба, вы что, ребят? Будешь посылать персу горошек в баночки, глобус вот этот? Может. Надо дружить. Нет, но место прилично очень. Так, давайте еще одного. Воина? У тебя еще три хода международной торговли? Так, что у нас тут? Вот, блин, вот эти пустыни меня очень напрягают. Ну, блин. У меня просто не качник бонусы. У меня повезло в столице. Сумасшедший повезло. Да. Ну, тут где-то город ставится, например. Раз, два, три. Вот сюда город ставится, да? Да. Где-то здесь город ставится тоже. Ну, блин. Ну, вы же посудите, да? Вот этот город без Петры, это грусть. То есть очень Петра нужна. А так как у нас Мали есть в игре, я думаю, что Петру не я возьму. Плюс пять городов. Плюс пять городов. Такие у нее. Финикия мгновенно ставит плюс пять городов? Там крик способный. Блин, люкс я очень плохо слышно. Ты пропадаешь, типа, пустя. Плохо слышно? Да, сейчас я поменяю голос. Так, надеюсь, он сюда влезет. Не знаю, как он плюс пять городов говорит, потому что, ну, я, конечно, у меня есть места для городов, но это такие себе места. Так, все еще обработку бронзы. Блин, может откроется где-нибудь континент. Ну, блин, если мы на архипелагах, то, скорее всего, один континент. Остров, это не будет ничего открываться. Раз, два, три. Так вот, что слышно? Ну, наверное, не знаю, тут вопрос не в громкости, а в том, что пропадал. Нет, я про не дергается, у меня почему-то дискорд цивилизация не хочет. Нет, вроде нормально, вроде нормально. У меня дискорд не хочет с силой коннектиться и начинает глючить поверх игры. Я говорю, Крис спрашивает, а какие способности у Финикули? Плюс сто процентов к поселенцам и сразу пять городов построят. Ну, нет, плюс сто процентов к поселенцам это... Ну, плюс пятьдесят за Катон и плюс пятьдесят, кажется, еще одно что-то там. Да, ну, Катон еще открыть надо для начала и построить. Ну, он строится в два раза дешевле гавани. Ну, не знаю, я когда Финикули тестил, у меня получалось очень много поселенцев. Да, кстати, Курдезас, тебе еще сразу подсказка. У Мали есть баг, я вчера играл и очень по этому поводу горел. У Мали в городе с сугубом, да, на тридцать процентов снижена покупка юнитов за веру и деньги. На двадцать. Ну, насколько там снижено, но если этот сугуб поломан там варварами, извержением вулкана, бурей и ты его потом починил, все, этот бонус пропал. Очень полезная информация, спасибо. Да, ну это просто бред какой-то, честно, ну это баг конкретный просто. Ну, он пропал и не возвращается? Да, да, не возвращается. Я чинил, то есть у меня вчера у меня было там городов десять, наверное, и в итоге я только в одном городе смог покупать, потому что во всех остальных сугубо перестали работать из-за бурь, из-за там наводнений всяких, вот этого. Так, вечера буря, их ни два, полтора города и чудостряется, да. Чтобы похоже, видеть, не знаю так, через часах по идее мы должны умирать, как бы. Не знаю, ок где зверших не мог сказать. Касса, которая возле правительственной площади стоит. Мне после бури его не было. Ну, значит, сносят. Пипец. Представьте себе, у меня два волкона друг к другу, друг к другу, оба изверглись. Два воина и один разведчик умерли. Да, да. Кстати, мы играем на последнюю. Там я поставил четверку по этим... по стихийным бедствиям. То есть их будет много. Может, на рыбку перей? Хотя, ладно. Так, меняем карточку, во-первых. Нет, пока морские не будем. Пока против варваров поставим. А здесь идем в Раннюю Империю, конечно же. Обработку бронзы открыл. Возможно, рановато. Но что поделать. Пошли в навигацию по звездам. За катоном. Чудо мы, видимо... Так, сделаем. Чудо вряд ли мы тут найдем. О, еще рыбки. Блин, ну, в Карфагене придется сюда, наверное, ставить сюда. Блин, так не хочется эти холмы использовать. Так, пожалуй, отойдем. Лучше дуболомами вперед идти. Так, рыбку обрабатываем. Это второй морской ресурс обработан. Ускорили навигацию по звездам, да. Семь ходов до темного века. Так, четыре хода до... Построили тут амбар? Построили. Растем. Торговца, монумент... Торговца или монумент лучше? Торговца, пожалуй. Мне еще надо правительственную площадь обязательно. Наверное, вот сюда поставлю. Наверное, в тир. Тут всего только нефрит будет мешаться. В принципе, нормально здесь будет. Торговца, правда, холмы придется изгадить. Так, ну, куда? В Карфаген, видимо. Такс. Окружаем. Так, если что, тут поменяемся местами. Давайте следуем тут территорию. Ну, в принципе, есть куда города, но опять же, вот это... Вот эти пустыни, тут, походу, уже конец. Тоже и здесь конец. То есть, вот мой континентик такой. Города-то и куда есть впихнуть. Но они такие. Так, два хода до... Может, строителя лучше. Нет, пожалуй, монумент. Культура тут тоже нужна. Амбар. А вот здесь можно строителя. Кстати, стоп. Чудо природы. А, нет, это черепаха. Фу. Блин. Думал, тут какой-нибудь барьерный риф. Но это черепаха просто. Просто. Черепаха. Блин. Как бы мне... А так не убьет. Блин. Хотел ускорить луки. Эх. Так, пошли, наверное, к тому лагерю. Но этот сейчас не надо забирать. Надо дождаться, понимаете, следующей эпохи. И тогда уже посмотрим, что у нас тут. Юнит атакован, атакован. Монументик. Рабочий. Рабочий. Так, что у нас в Карфагене? Рост какой? 1-3. Ну да, пускай так. Вот эти надо клетки... О, мрамор. Блин, давайте-ка мы выкупим мрамор. Ну нафиг отдавать армию. Как у меня, значит... Вот железо еще есть. Ртуть, нефрит, мрамор. Кто на каких континентах? Расскажите. Африка. Колумбия. Колумбия есть такой? Да, Колумбия. Я, как всегда, в Казахстане. Северная Америка. Я на Арктике. Так. Интересно, по-моему, извержение вулкана... Ну, оно как бы было уже, видите, улучшились клетки. Но если что, оно может мне, по-моему, юнитов подубивать. Урон нанести, во всяком случае. Так, раннюю империю открыли. Ставим поселенцы. Ну, пока против варваров все еще оставляем. Так, беру пингалу. Я считаю, что сейчас немножко изменилась ситуация в игре. И пингала более крутой чувак. Вот только вопрос, ну, наверное, в тир. Сажу. Там я уже амбар построил. Так, в Карфагене недостаточно жилья. Тиграм не докладывают мясо. И здесь поселенцы. Раз. Здесь поселенцы. Так, два. Пока так. Дальше идем в политическую философию. Конечно же. Навигацию по звездам продолжаю открывать. И правительственная площадь. Ну, кого прокачали. Не забираю лагерь. Это такая лечится. Сюда пойдем. Мне бы еще вот тут исследовать. Так, какая тоже стоит полечиться. Что арма хочет? Такое задание лучника создать. Ну, если бы я... А, так у меня ускорен лучник. В принципе. С другой стороны, нафига мне выполнять задание армы? Мне кажется, мне ее захватывать надо. Тут. Блин, она уже стены построила. Ничего себе. Нет, это не стены. Это просто поселение. Тут такие места, что арма... Ну, вот, блин. Ну, как вот можно было так город поставить? Он так дебильно стоит. Так. Что мне дальше делать? Надо вот этих оленей, к сожалению, рубить. У нас будет коммерческий район. Хотя... Чего мне сейчас их рубить, правильно? Сейчас нету смысла. Давайте лошадей обработаем. Потом ртуть вот эту. Потом мрамор. Сейчас пока неплохо производим. У меня нету коммерческого района. Не открыто еще ничего. Смысл мне их... Смысл мне там вырубать что-либо. Да, ну тут уже вот, видите, конец. Надо думать. Тут еще один город встанет. Тут один город встанет. Тут один город встанет. Арму захватим. О, кстати, арма разобралась с лагерем. Инки, здорова. Че, че, как сам? Нормально. Есть предложение дальше вот туда налево не ходить, не исследовать мою территорию. Как ты? Ну, если ты сам здесь на перешейке останешься и дальше не пойдешь направо, то, пожалуйста. Хорошо. Так что мы на одном острове с инком, получается? Почему? Что, почему? Ну, почему ты не хочешь меня пускать на свой территор? Ну, чем меньше знаю о территории, тем лучше. Зачем? Зачем все открывать? Потом, может быть, будем в союзах, тогда имеет смысл открыть, чтобы торговать, чтобы города были видны. А пока в начале, зачем? Так, прокачиваем пингалу на науку. Хотя, может быть, имеет и на культуру смысл. У меня культуры здесь больше. И... Может поменять против варваров? Поставить 100% и... Вот я сейчас выйду. Давайте поставлю 100% и буду беремо уже строить. Возможно, даже следующим ходом в тире построю беремо. Ой, у меня на родинник не будет купить. Нет, будет. Так. Очень хорошо. Тир развивается офигительно. Так, что у нас тут? О! Англия. Англия прям рядышком. Да, с Англией надо дружить. Я так считаю. Ну, надо этот перешейк исследовать, конечно. Ну, вот начальные города, конечно, хорошие места. А вот дальше такое средненькое все. На этом пока все. Продолжение партии за Финикию. Спонсоры могут уже сейчас посмотреть. А все остальные увидят завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк. Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok